здравствуйте дамы и господа до тяжелый день сегодня тем не менее дота продолжается мы смотрим за бтс про серии с 10 сезон в новом патче 731 патч наверно не тот который мы ждали я бы сказал что я разочарован увидев несколько записи что ничего глобального не случилось на честно тяжело конечно вернуться в дот давайте просто постараемся это сделать в данном этапе 731 патч который добавил нового героя которого могли видеть в лабиринтах как финального босса прамил бист но в данный момент он конечно в каптанс моде недоступен все способности его дублирует способности которые были в лабиринте если вы в лабиринт играли то я думаю для вас этот герой будет максимально понятен как новый он он не выглядит как новый герой можно сказать что переработаны лесные крипы теперь они стали намного опаснее фармить их будет намного тяжелее лесные крипы при этом становятся каждый раз все сильнее и сильнее с каждой минуты там по моему интервал 5 минут или даже 3 минуты они будут становиться все сильнее вплоть до 225 минуты и также добавлено несколько новых нейтральных крипов о которых я думаю можно поговорим во время матча когда они будут появляться в общем то из глобальных изменений это все небольшие изменения карты изменения баунти рун теперь они располагаются в районе аван постов команд но конечно это все незначительно я бы сказал я не вижу это как глобальные изменения меты по героям понятно список изменений большой почти каждого героя задействовали например вот того же бэйна посмотрел я удивлен что его нет драфте мне не показалось что бэйна радикальным образом изменили немножко пофиксили финс гриб но не ощутимо из инфы пинты был изменили но тоже в общем то не сказать что ощутимо я может быть по предметам упустил что-то почему например бэйна сейчас команды не пикают а несколько новых предметов о которых мы тоже поговорим попозже во время игры изменения бладстоуна удешевление очередное орки до который теперь наверное так хорош на это веков потому что интеллект больше не дает но может быть будет больше будь актуален на героев типа клинкса может быть каких-то ловкачей потому что скорость атаки теперь дается 40 они 25 ну интеллект опять же нет зато есть восстановление маны то есть она остается и для героев которых сманы проблемы и монопол небольшой ман реген хорош ну тут понятно если я сейчас начну обсуждать патч это можно на три часа растягивать стрим мы не про это давайте перейдем к игре мтг против команды экзекрейшн формат было 2 сегодня будет 3 матч сегодня будет 2 цел мтг традиционно команда которая нас супер не радовала экзекрейшн команда который нас вдвойне не радовал то есть две слабые команды я бы сказал но делать какие-то предсказания глупо честно вам скажу ну потому что тут реально ведь все что угодно может произойти это новый патч очевидно то что мы сейчас видим эти драфты через неделю через два возможно эти драфта будут выглядеть смешно учитывая какие имба пики могут у нас появиться вполне вероятно коэффициент от онлайна пока недоступны попозже я вам расскажу но прямо сейчас может могу вам сообщить что вы можете использовать бонус от онлайн подробности по трансляции там 2000 рублей на первую ставку а давайте к драфту перейдем да тает бодрайдер джакиро элеон то есть в общем то этот драфт ничем примечательно не выделяется да то что мы видели вот вчера и сегодня бодрайдер вполне герои на мид не всегда он правда вот на фп брался я про бодрайдера кстати наслышан что он прям прям силен давайте мы посмотрим если что им изменили базовая броня увеличена на 1 изменён эффект агнем шар племена лассо больше не применяет на владельца бессилия каждая его атака накладывает один эффект на палом флэмбрейк расход мана уменьшен на последнем уровне со 140 до 125 и расход мана лассо меньше с 225 до 175 200 и 225 в зависимости от уровня ультимейта вот так ну и там таланты радикальным образом изменили я думаю тоже мы во время игры просто разберемся потому что читать эти буквы и по буквам понимать не звучит глупо но вы поняли просто по игре будет понятно когда мы будем таланты сравнивать которые были которые появились будет понятно почему бодрайдер появился на first пик по банам снова спирит брейкер естественно тоже медуза тот же пак тоже к вопа лишь рак который сейчас нынче метовые ну и вот например мтг банит троек который всегда мы видели пули с лордар марс с лордара тут как раз герой который нас пик нередко заходит особенно когда у тебя в пике есть тамплар асасин да пач конечно я вчера сидел думал что конечно что-то будет радикально будет изменение доты полностью мы увидим новую игру потенциальную dota 3 а по итогу ну вот как есть нейтральные шмотки никакие не добавили тоже что интересно обычно вот нейтральные шмотки разбавляли какие-то удаляли какие-то прибавляли там есть пара героев с прикольными изменениями с аганимом или аганим шар там у пуганы там прикольно выглядит это надо надо смотреть через режим теста луна практически никаких изменений героя нет теперь применение способности с аганим шард бьет по ближайшему крипу если поблизости нет героев этом пробим уменьшение перезарядки пим ослаблено с трех с половиной секунды 3 на таланте 15 уровня уменьшение перезарядки и клипс усиленно с 20 до 25 тоже талант на 15 уровне изменения совершенно незначительные герой как и был сильный так и остается сильный единственное что мы возвращаемся к тому что лес фармить тяжелее стала ну по логике лес будут армии тяжелее вот из таки я не уверен что луна теперь сможет пойти с масочкой забрать чему я тату не слышу он тоже так кажется это у меня наушники без звука были а бри мастер вот экзекрэйшен вот такую тройку они додумали я как-то утяжу мне скорее хочется смотреть изменения героев вот по факту уже учитывая что мы сидим кайфуем поэтому я щас каждого героя вижу естественно все изменения запомнить тяжело тяжело я думаю час недельку посидеть разобраться как все работает и будет понятно брю мастер пипко теперь обливает алкоголем и владельца но не получает отрицательных эффектов ага броулер изменили значительно теперь можно себя правильно понимаю менять стойку зависимости от элементов которые управляют практически как инвокер и есть разные варианты можно получить броню сопротивление к магии можно получить уклонение скорость передвижения а можно получить шанс нанести критический урон и если на повесить на себя пивко то этот эффект а у утраивается зависимости от того что мы выбрали ну и в общем все на никаких ну при мастер и без того такой герой был специфический давайте мы поставим на героем пройдемся айт хантера изменений почти нет блок урона немного изменен на три пункта всего лишь на первом уровне то есть это вообще будет не ощутимо и на 6 пунктов на последнем уровне ну да да это прям супер минор на ну что ж давайте смотреть новая дота наверное это первый профессиональный матч на новом патче батрайдер соломит луна кэри а по поводу мтг давайте свои мысли скажу я за эта команда уже последил несколько матчей и сформули сформировалась какая-то позиция очень непонятный игрок на кэри той savage нет той игрок из таиланда но пока не показал себе выдающимся игроком на первой позиции что ожидать что той соло затащить не стоит на начало смотрите какой привязка от белки всю команду привязал ну и начинает душить батрайдер плюется брю мастер клэпа нет на развороте уже тину избивает тину подкопали и убили 4 стака напалма ну да вот так вот идти и под батрайдера который стакать тебе напалмом это было глупо гаш на худвинг нет привязки вот эти мы видим как изменился лес у радиан появились вот эти елочки здесь которые нужно будут рубить как понимаю что можно было комфортно стакать и уже 20 продолжается погоня и за полос полос уходит не невидимость тут есть vision ставится центре четыре стака напалма еще один удар и минус темплар ассасин это не конец продолжается это вакханалия батрайдер мана есть нормально у нее еще много манга стики нажимает боб 6 стаков напалма очень больно есть фраг на джакиро боб на 7 стака все же выживает и смогли ответить экзакрэйшен боб по итогу делает даблкил давайте мы быстро посмотрим на творце и понимаем что шторм в огромном плюсе шторма 1200 magic wand что-то он уже себе везет наверное какой-то хил до танго правда что бабуши сделать 60 хп осталось что-то умирать как-то неохота будет стоять по таврам ну что там пларка тренд кстати выглядит ли не симпатично если бы не против них стоял тайт джакиро вот это да дай джакиро ужас какой-то джакиро сам по себе что на позиции 5 что на позиции 4 это очень надоедливый саппорт очень статовый постоянно спамящий естественно а тут еще это джакиро позиции 3 тайт здесь саппортив вы понимаете да это просто джекпот джакиро против темплар ассасин это хитрый выбор то есть ребята попытались спрятать от батрайдера темпларку но все равно получили вот такой жесткий ответ так что джакиро это головная боль ликвид файр это проблема придется придется здесь попыхтеть давайте наверно включу снова крепстаты на центре боб делает соло килл это третий фраг для него 1000 за команда экзекрейшн но смогли экзекрейшн казалось бы сейчас батрайдер всех там подрежет такие герои сильные тайт это ведь на уровень один супер сильный герой для убийства умирает ли он 2к перевес уже у брю мастера на топе все просто великолепно ну и будем смотреть за вот этими лесными крипами насколько еще с комфортно будут фармить учитывая опять же что они еще будут становиться сильнее пока самому играть поиграть не получилось поэтому тяжело оценивать насколько будут проблема но вроде идет патрайдер но не умрет ли он сейчас сам а по моему гачебой понимает что шанс умереть высок и лучше отступить вовремя не рисковать иначе это сейчас был бы конец атака от боба уже на но все это ли не конец это вообще катастрофа чтобы от райдер проигрывают мид кому бы то ни было ну и уж тем более потому что до уровня 6 ожидая чтобы трайдер максимум сделает может даже убить получится а в итоге видите что происходит 20 зарядов стиках шторм нажимает полностью себе восполняет хп ну практически полностью там бочка просто прилетела сразу же а брю мастер какое-то время остается на топе даже один посмотрите как тяжело темп ларки посмотрите как давит джакиру до интересная ситуация с одной стороны шторм прекрасно стоит мид и брю мастер с другой стороны снизу темп ларки дикий не до фарм и легче не будет вроде спалось идет в атаку а почему джакир не хочет развернуться и плюнуть и плюнуть и попытаться что-то сделать ну вот вот так вот палос нажимает рефракшн извините пока не нажимает он только сейчас появляется брю мастера убили на топе леон вышел кстати даже удивительно как он здесь умер видимо количество хп изначально было невысокое да тут есть ли он это супер дизейблер но первый подкоп первый хекс даже под пассивка луны странно что это произошло в принципе батрайдер 12 крипов шторм 27 ну все шторм уровень 6 теперь у гача боя единственный шанс убить своего визави это дождаться помощи от леона или дождаться появления лассо но это нужно так чтоб сыграла идеально боб просто сейчас будут размениваться хп естественно убивать и не мог к варите не сбивает батрайдер да вы что шмотки тут умудряется боб укладывать но боб прям чувствует сейчас что игра пошла все перейдем на нетворс и 6 минуты игры на таймере 3000 за шторм спиритом луна 2 400 и бронза у брю мастера по нитворсу это было рассасе несмотря на то что ли не тяжелая по нитворсу уже джекера обгоняет заметил джекера 18 крипов там пларки 21 на 5 ой 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 слушайте а у палас тхп очень мало рефракшн спадает мэл да нет ливен армор поможет он здесь или нет скоро узнаем палас получает долбрис и он должен быть убийственным минус палас параллельно убийство батрайдера пришел ли он на помощь но бобу все нипочем общество тучи ли она побьет хотели он и с подкопом и с хексом но по-моему против боба он тут уже ничего не сделает вернемся на позицию вниз масса еле-еле уходят пытались прессинговать рад протектор он все же догорает может быть и лучше что он здесь догорел чем остался бы сейчас на свои 20 п не повезло бобу руна регенерация оказывается в другой части карты посмотрите расположение баунти теперь и находится в районе аванпоста 2 баунти руны на тройке теперь ничего нет только дерево я думаю что спустя недельку все игроки доту не профессиональные а любители привыкнут возвращается бог на центр то что он тут восстановился на базе в течение 40 секунд ничего не изменило по-прежнему мега перри парам по-прежнему можно душить батрайдера белка на гача боя кача бой с лассо будет ли помощи батрайдер 10 помощи никакой не намечается даже близко приходят тренд и оставляет фраг бобу боб идет уже со счетом 50 на жестко жестко ну как-то по другим линиям должны компенсироваться мтг снизу джокера начинает пушить темплар ассасин уходит в лес я пока не вижу какие-то проблемы в лесу палас прекрасно добивает крипов на данном этапе во всяком случае восьмая минута снова не везет боба с руной мана очень мало но при этом гача бой под крипами от ловушкой и он понял что здесь даться снова опасно праймал сплит от брю мастера снизу пришел на помощь ушел с верхней линии это позволяет убить тройку джокера отличный выход до темплар ассасин с этой линии ушла башню отдавать не хочется ну придется да тут башню слишком а извините тренд протектор же в деле конечно это все меняет ну теперь если бремастер подсекюрит эту линию то башню можно будет восстановить это конечно круто смаканулись ли он и батрайдер батрайдер хочет лассо реализовать хоть как-то вы все же эту линию до пушить да решили без правил сплита это защищать бесполезно сюда переместилась практически вся команда только на луна остается в большом лесу или же нет вы посмотрите массовые телепорты атака на батрайдера хороший подкоп вот райдер с этого сон успевает его дать но бессмысленно работает это недолго выживает транспортектор тайгер на позиции 4 тайди конечно его очень легко убить погони и за джокеру ну и шторм начинает просто этот шамель летать и шансов не будет оставлять никаких мастер есть урна есть стики тина за счет стиков должен жить давайте посмотрим нажимает стики ликвид фай работает он не такого высоко уровня должен быть хотя 3 3 ликвид файр но это в любом случае не хватило чтобы бремастер умер 116 ну вот вам и команда мтг вот она команда мтг которая ничего пока не может сделать хотя в этом матче команда мтг являлась фаворитом прошу заметить экзакрэйшн то последнее время совсем плохо играли но у них продолжается изменение в составе вот тина пришел на позицию 3 хотя он не радовал да реально смотрите можно этот стиль поменять броулера прикольно но это усиление брю мастера ты реально под ситуацию можешь себе брать разные стили круто тут в части логичный вопрос когда у шторма будет торкет раз он подешевел но тут все упирается раньше он давал интеллект это торки ты как тут прям под шторма это заходило супер а теперь он не дает интеллект он не дает тебе он даете скорость атаки не это все русаланс но блин он дает себе только скорость атаки урона восстановление маме что тоже приятно хотя за 3000 за 3000 всего лишь 3000 собирается легко но не знаю не знаю не вот это интеллекта не проблема ли это будет для интелликов посмотрим наверно все равно да на шторма сайлос хочется это все равно слишком круто темп ларка с дизолятором первым слотом на центре какой-то выход готовится вы посмотрите тайт тут уже с рейвейджем заряжен но и джокиру естественно пытается все же слушать больше чем одну башню за 12 минут этого очень мало луна качается такой расчет что луна сейчас выкачает лес и сможет команде выиграть игру башня конечно если заходите так по чуть-чуть очень быстро восстанавливается очень классно что оказался тренд протектор в пике экзекрэйшн это настоящее спасение матрайдер медняга 400 networds травела пикполь ой извините там берстой на пикполь другая штучка блю мастер просто огонь и мраж ну да ничего с прошлого патча не изменилось поэтому абсолютно логичное решение торм могут честно пасть на леона легкий фраг ладно не подставится не подтекли под что а по все-таки подставляется фингеров д с и того что да вы что живет живет этот бешеный боб каким-то образом ну и тут конечно пошли пошли атаковать на кураже на плюс морали это безумие это грация это фантастика ну прет прет игра просто чтобы ты уже не делал так ощущение закрешен идет идет каким-то образом боб успевает уйти от контроля от фингера мне там остается 30 п но он выживает наверное хотелось бы увидеть уже игру от айта а вот они новые крипы древний шаман льда ну не ну луна нормально нормально фармить фармить все таки это не мрази крипы которые были год до 2 назад вот это был ужас не поспорить кача бой в атаке кача бой умирает шестая смерть до по трайдеру тяжело камбэкать у нее все еще есть варианты все еще там с bkb он будет опасен все еще того же форма можно ли там парку цеплять но есть ощущение что их закроешь могут просто в какой-то момент противника задавить просто задавит м пларка заберет рошана кстати огонь им шарды можно покупать уже будет через пять секунд если я все правильно помню в патч ноуте до 15 минут а огонь и шаду уже доступны к покупке форм влетая сама на пузу форма большой поэтому тут искать что он многоман и потерял баунтиру на в подарок и 7к перевес не видно то я уверен ли что на фарме вот это вот манту чему манман типа потектор и наверное купить но тут ну да тут не знаю пока бы надо с другой стороны тоже тяжело тяжело будет белка может стрелять по тайду если хочется его убить и батрайдер умирает на топе от двух супер коров темп ларка с блин даггером прикольно когда предмет используется он получает плюс два урона за убийство героя и плюс один за помощь в убийстве максимум 25 урона у дозолятора сильно сильно особенно для такой игрек за крейшинг где они будут убивать постоянно тренд протектор такой защитный ультимейт праймал сплит от брю мастера шторм летает попытка быстро убить луну луна нажимает эклипс брю мастеру по моему фиолетово на него как минимум одной из пан и зато и погоня продолжается finger шторма и спас шторма макропиров шторма и шторма убивают ну слушайте и брю мастеров успеть и нажать праймал сплит еще один да он успевает погоня за луны продолжится луна стики нажимает привязка от белочки должны добить луну луна умирает тайт все еще с реведжа своим и все его не кастует и не кастует что ж ты будешь делать то убили шторма убили шторма много заработали шторм отказывается от орки да будут покупать после снженка и бкб да снженка по факту практически никак не ослабили сопротивление эффектом с 22 до 20 процентов но это не страшно учитывая что аналогов особо в игре то и нет поэтому вообще не проблема смог потом т.г. ну они сделали одно убийство но сами понимаете глобально это пока ничего не меняет если получится выйти на шторма убить его еще раз и шансы на это просто огромные успел поймет ли он что это ловушка но по-моему не понял по моему не понял что это ловушка айспас поздно ну что ж такое-то масса ну сколько ждать почему сначала макро пиро потом айспас ну контроль же нужен был явно от этого макро пиро не холодно не жарко вот райдера убивают тем временем спину зашли ну да мтг конечно еще ошибается безумно хотя я и спас 1 с другой стороны контроль всего лишь на полторы секунды но нужно его давать то вовремя и то там статус резист пусть срабатывает того-то вообще не страшно и спас уровня 1 его пророку почти нет падает рошан удивительно что только сейчас хотя казалось бы тут уже давным-давно могли зайти экзекрэйшн как только еще дезалята появился мы все еще не видели ни одного рэвэйджа от тайгера это прикол зачем-то это пик титва героя если он не использует свою единственную функцию потому что сейчас функция тайда уже только в виде рэвэйджа гаш уже не так нужен как нажать чертов рэвэйдж кстати барабанчики там же теперь старкает стакаются вместе с транквилами новый ботинок бутся в берин действует на союзников вокруг расходует заряд чтобы увеличить их скорость атаки на 50 и скорость передвижения на 15 процентов ой мышка слетела действует 6 секунд первые 2 секунды союзников нельзя замедлить изначально имеет 8 зарядов получает один заряд каждые три минуты а ляло то есть классный саппорт 4k строго страны 4 тысячи 8 сил и 8 интеллекту 65 скорости передвижения 4k блин ну грифсы вообще 5 жесть вот это артефакты конечно для саппортов за миллиард денег шумель прилетает на леона у боба регенерация поэтому ману не жалеет и такой очень смешной подкоп напоследок от леона 21 минута разгромная пока карта я не вижу ответа я жду от луны что-то луна отказывается от бкб и вовсе ну наверное соглашусь наверное соглашусь того стороны если при мастер тебя отправляет циклон твоя команда без тебя воюет фраймал сплит атакует батрайдера я удивлен что батрайдер еще и блин купил ты свое уме дружище тебе как раз таки пока бы очень нужно только от пленгаггера да его просто нет атака на луну луна без манты уже его просто сжигают на не не наверное тут все наверно тут уже конец а и читает книгу перед смертью проходит ловля площадку в таверне бы еще долго дольше лежал снимает барабаны и умирает 22 минута игры команда экзекрэйшн под т4 избивает своего оппонента я не вижу каких-то аутов каким образом может без сейчас будущем повоевать по-другому что должно произойти луна не станет сильнее луна также будто уязвима к атакам темп ларки при мастера и шторма там без этого еще и саппорт посмотрите на белку пешеная белка глейпнер вот-вот появится белка уже сама в состоянии наносить серьезный урон а мы ждем от айда рэвиджа так ну я не совсем понимаю почему экзекрэйшн момент когда у них уже дропался и здесь не пошли не задавили сломали сейчас какую-то из линия почему они просто отступили армия понятно много точек в армии чужой свой лес и так далее волос удар смел до 3 удара по мидеру команда мтг гача бой в таверне уже в одиннадцатый раз да это определенно не мидер мечты брюшка вышел форм влетает нажимать бкб полетит ли дальше наверное стоит полетел отходит тайгер отходит то и уже очень далеко зато идет вперед темплорасасин темплорасасин айгис 13 секунд ну окей разводит палос на кнопки он сейчас айгис специально даже отдать да отдать отдать спас может быть рэвидж может быть что-то может быть где-то может быть кто-то хоть что-то как-то нажмет пошел брюшка тайда поднимают в небеса а команда рассыпается минус луна она с байбэком премастер спамбами пытается отступить лассо на т-шку наконец-то рэвидж праймал сплита больше лет или нажимает клэп выходит рэнд протектор рэнд протектор нажимает защиту ультимейт шторма нет шторма нет и шторм уже видимо и не придет ну нормально сейчас эти камбэк ну или посмотрите два кора умирают ну потому что шторм очень долго отсутствует траки полноценно может быть шторм рэмпэйдж сделай давайте смотреть ну ладно рэмпэйдж тут не сделать убил кого смог боб минус 3 он делает и минус 5 делает команда экзекрейшн потеряв правда правда трех героев ну шторма не было долгое время в этой драке так бы все было бы попроще и и и и Продолжение следует... 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 хороша на две минуты не повезло с таймером экзекрейшен теперь кстати нейтральные шмотки должны показываться на карте то есть даже в тумане войны ну короче ты их видишь в любом в любом случае если твоя команда их выбила учитывая что вот эти приколы что кто-то забывает шмотки наверное не всегда не всегда это круто теперь дота будут помогать эти предметы найти тут что-то смотрите прикольно какие-то изменения и видал в асфальте скажем так карты игровой так и было мне кажется вот этого не было то ли это башня разрушена теперь так показывается плите буду ничего вроде как всегда что экзекрейшен давайте парни поторопиться надо ну и заход на вторую линию статус байбеков неутешительный патрайдер урывается темплар ассасин бкб успеете нажать массовые станы минус темплар ассасин разорвали но опять же ценой чего ценой всех кнопок она и вообще всего у нас байбеков но тайт или он уже не будет в игре праймал сплит появляется целых два целых два появляется луна и выкупается лассо нет луна нажимает байбеку драться то нечем в любом случае драться просто нечем праймал сплит неожиданно и при мастер может развлекать толпу пока боб с саппортами будет ломать дальше строение добрался в такой точке плохой тина на благо не доказали доедал усу белки на прикол глайпер доедал с неожиданно у саппорта команда экзекрейшен на четверке ну то плаки не хватает линки странно вот этот сильвер такой чёрт сильверсит себе тоже да по-другому или нет это бы это было тоже изменили прошу прощения платформе собирается смейч слэйра предмет который никому не нужен был и теперь придется его собирать в некоторых ситуациях линкен сферу у строма зато есть ну и 2 ра шанса горим шаром заходит до экзекрейшен смоук последний шанс последний шанс был испарился потому что не ворвался тайгер не ворвались мтг и теперь будут драться против айгиса но все все а теперь его план ворваться в темп ларку убить и хоть как-то начать драку надо ворваться значит боба боб блин с руна его средства в бкб слегкой и боб говорит до свидания команде мтг на первой карте по моему это все вот райдер на 50 секунд отправляется отдыхать боб вот лететь дальше видят джекироса джекирос получает сайлэнс джекироса взрывает трава и белка леон туда же остается то и успел уйти чудом бат райдера и леона нет полминуты боба правда ресурс вообще нет но и ломать тут не так много нужно но вот такой вот той вот такой веналии в нем чтобы от райдер на центре отстоялся счетом 514 я думаю что не совсем верно говорить что именно он виноват мега крипы для экзекрэйшн принимают луну луна нажимает манту парка нажимает бкб глиф под фонтанта парку повезли да ларка да ладно она еще переживет во всех переживет она выходит с фонтана это самое главное остальное не так важно врыв на тайда рэйвэйдж у него больше нет линку дропнули бобу подкоп по бобу боб живет ну и тут уже под фонтаном избиение настоящий идиот экзекрэйшн уничтожают противника мтг напомню были фаворитами но я вам говорил мтг сейчас очень плохи экзекрэйшн правда тоже плохи но у них изменения в составе которые явно пошли на пользу мтг не меняются но и этот патч пока для них ничего не изменил победа команды экзекрэйшн мы уйдем на паузу вернемся через 10 минут на вторую карту матча экзекрэйшн мтг в новом патче 731 не уходите далеко